Если мы встретим ближайшее сопротивление, мы будем разыгрывать. Я вам объясняю, все, что я говорю в начале раунд и все, что будет не раунд, все, что будет не складываться, то это все розыгрыш. А вот дальше мы должны понимать, что розыгрыш строится на уверенных индивидуальных действиях. То есть, к примеру, если Ваня говорит, ребята, вы общаетесь, я умер, вы общаетесь. Парни, у них даже не похожи на дефенс. Они же длину поджат, у человека вроде нет. Короче, ребята, давайте там будем выходить. Я выйду мидл. Чувак, который выходит мидл, дает себе сам смок, дает флешки и выходит мидл. Не надо, это очень долго, когда чувак говорит, дай мне вот эти гранаты. Тот ему дает не те гранаты, которые он хочет. Ты тоже так объясняешь. Ну, чувак, может? Очень непонятно. Почему? Потому что тут всего лишь навсего должна быть одна фраза. Я зафейпую B плюс C. Человек выходит, делает рассветку сам смок. Я выйду мидл зафейпую. А я выйду мидл? Что я могу понять перед длиной, когда мне дается инфа, я выйду мидл? Что я должен понять? Я выйду мидл, я зафейкую мидл, я не знаю. Я зафейкую мидл. Я выйду мидл, когда тебе выйдет мидл, попытается разменяться. Нет, я выйду мидл, я зафейкую мидл, ребята. Окей, ну хорошо, я зафейкую мидл, правильно надо сказать. Ну, то есть, пример, я зафейкую мидл. Чувак там так вышел, то есть, поняли? Или там, ребят, я зафейкую зиг, или давайте не будем... Зависимость еще... Я понимаю, что если он говорит, я зафейкую мидл, значит, атака у нас надо. Да, потому что вы еще понимаете, то есть, как бы... Нет, то есть, если он зафейкует зиг, то отталкиваемся от этого типа. То есть, то, что он фейкует... Надо еще просто делать это все грамотно и не глупо. То есть, к примеру, я видел, допустим, чуваки, как делают те же Virtus Pro. У них стоит тут карась. То есть, они идут на B. Они идут на B. Он просто кидает смок. Кстати, есть такой смок, Марик, другой, который кидает... А вот этот... Не знаю. Он вообще проще. Короче, кидает себе смок. Ничего не проще. Такой же. Короче, кидает флеш. Но!